В Лейк-Низной в поселке Красная Глинка дышится как-то легче, чувствуется близость к природе. Люди здесь живут в удовольствии, однако выбраться из поселка порой сложновато. На выезде всегда пробки, рассказывает Виталий Куликов, который и живет и работает здесь. Радеет за будущее поселка, поэтому и стал участником общественного совета микрорайона. Теперь вместе с жителями думает, как благоустраивать микрорайон и решать насущные проблемы. Каждый может прийти и сказать, что конкретно его беспокоит, какие проблемы видит он. Люди говорят о плохих дорогах, люди говорят о тех же проблемах с выездом с поселка. Люди говорят о том, что не организован или очень слабо организован досуг для взрослого населения, что не хватает детских площадок. Общественные советы и жители будут активно взаимодействовать с районными советами депутатов, выборы которых пройдут этой осенью. Партия «Единая Россия» организовала предварительное народное голосование, чтобы каждый житель смог сделать свой выбор, кого бы они хотели видеть в списках кандидатов. Я посмотрел букет, очень красивый. Здесь все знакомые мои лица. Я бы за всех проголосовал. Что-то все равно избранные районные депутаты нам все равно что-то будут делать. Обязательно, потому что они будут отчитываться. Но должен каждый человек прийти и сделать свой выбор, показать свой выбор. Таким образом, отстоять свою точку зрения. В Железнодорожном, Куйбышевском, Октябрьском и Советском районах Самары предварительное народное голосование уже завершилось. Сейчас выбор делают Ленинские и Красноглинские районы. По итогам голосования в общей сложности кандидатами в районы и советы депутатов от партии станут 568 человек. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События.